со школьного курса из каких-то общих знаний все мы знаем что есть такие животные которые находятся самой поверхности воды и не только животные и собственно вот эта вот фракция животных называются пленктоном зоопланктоном если это животным либо фитопланктоном если это что-то растительного происхождения их трудно увидеть они очень маленькие их носят течениями ветром и вот как-то так увидеть мы увидеть мы их можем например когда они вот так вот ярко светятся например сейчас море прогрелась достаточно и можно видеть такие яркие искры которые разбегаются от наших рук когда мы например ныряем в море вот ну на самом деле эти животные не всегда мелкие например в поверхности море свободно плавают те же медузы наверняка все вы все их видели и сомнений не возникает что они сверху да это же пленктон получается и такие животные тоже как грибневики и тоже похоже на такое что-то железо желеобразное собственно ученые их так называют желе тела когда они забивают свои все эти пленктонные сети куда надеемся поймать что-то мелкое вот и они чем-то похожи на медуз но немножко другие наверняка тоже вы их видели вот он в центре кадра тоже не маленький зверь и с другой стороны есть вот совсем такое большое животное сальпа называются тут для сравнения дан человек на самом деле эта вещь довольно далеко не безвольно дрейфует в море у нее есть такой себе реактивный двигатель то есть они очень эффективно прокачивают воду по полости тела и их реактивный двигатель вот он признан в принципе одним из самых эффективных в животном в царстве животных еще мы слышали наверняка такое выражение как офисный планктон а офис то тут причем вот ну говорят в интернетах пишут что называют их так за какую-то пониженную креативность работы таких людей ну с одной стороны наверно обидно для работника когда их так называют а вот справедливо ли это к животным то есть если тут присуща ли тут такая вот пониженная креативность попробуем в этом разобраться во первых немножко познакомиться ближе с тем кто там водится там есть животное которое проводит в планктоне всю свою жизнь в основном это ракообразные и многие другие животные здесь вот на слайде отобрала некоторых ракообразных тут есть такой в ракушке рачок как австракода и другие рачки вот знакомые всем дафни наверняка детеныш краба и другие более мелкие животные а с другой стороны у 90 процентов морских беспозвоночных а даже среди тех которые живут на морском дне они появляются на свет собственно как вот такая вот крохотная планктонная личинка это другая вот фракция этого зоопланктона то есть это дети морских животных морских беспозвоночных их личинки вот как я сказала 90 процентов ну практически большинство знакомые нам рапаны мидии раки и вот в принципе совершенно не похожи на животных животные такие как а те же актинии фараниды многие другие у них есть такая маленькая плантонная личинка например у моллюсков их не личиночка вот так вот она изображается как здесь в углу в определителях такие вот какие-то няшные ну не знаю на кого эти похожи животные слоники бакалы мне тут как как только их не называли а вот биологи их называют велигер что если буквально переводить означает парусник почему парусник у них есть вот эти вот два замечательных уха это парус то есть это то с помощью чего такая личинка двигается двигается довольно активно далеко не безвольно до течение ветер им помогают но этим своим парусом она вот загребает воду да и по и фильтрует ее то есть таким образом они просто питаются моллюски да они фильтраторы у нее очень важная функция найти то место где взрослые животные сможет закрепиться на каком-то субстрате и провести свою взрослую жизнь и спокойно спокойную пенсию чтобы фильтровать воду и получать достаточное количество питательных веществ с другой стороны тут же вот в этом миропланктоне то есть в этой фракции среди животных у которых временная такая вот планктонная личинка есть животные часто даже ну как больше которые у нас больше ассоциируются с суши чем с морем например крабы их детенок зовут зоэ а такое вот сложное слово похож немножко на кого-то инопланетного монстра в общем много из этих личинок они стали своего времени прообразами для каких-то героев мультиков либо иногда компьютерных игр ну вот например такую симпатичную мягкую игрушку я видела тоже в интернете по про образу вот этого личинки краба в принципе у морских биологов нет привычки называть вот этих морских детенышей которые водятся в планктоне какими-нибудь простыми словами например как как я сказала у моллюсков личинку их детей зовут велигер парусник у мышанок вот такое животное опять-таки на животное не похоже их детеныша зовут цифонаут и у морского ежа например совсем страшное слово эхиноплютеус вот фараниды довольно загадочное животное так как они глубоководные и их в принципе одни из наименее исследователь исследованных их личинку такую немножко похожи на ангела наверное как для меня зовут актинотроха тоже не очень простое слово иногда вот такую стратегию занимают ну то есть активно путешествовать вот познавать мир искать лучшее место для пенсии занимают не только моллюски и некоторые ракообразные то есть вот в таких наростах на камнях в принципе мало кто из нас узнал бы раком а тем не менее это морские жалуди и либо их называют на латыни баланусы они относятся к отряду ракообразных у них ну вот если посмотреть на их личинку то в принципе рак здесь уже кое-как узнается да немножко больше похоже это науплей и опять-таки его функция распространится как можно больше то есть в принципе у любого животного их стратегия это занимать побольше таких экологических ниш и производить потомство побольше побольше найти место где можно будет опять-таки довольно удачно фильтровать воду поглощать питательные вещества и потом там закрепиться после этого он спокойно выходит на пенсию уже никуда не двигаются ну в принципе им повезло с развитием судоходства то есть такой личинки еще больше шансов на то чтобы путешествовать и помогать своим детям вот расстеляться по нашей планете если они займут ну например днище корабля то есть с возрастанием судоходства в принципе и появилась вот такая проблема как распространение видов кота по планете но другой стороны стороны иногда выбор может быть не очень удачный то есть например с таким тапком на котором тоже сидят баланусы вряд ли им повезет попасть куда-то далеко ну хотя может быть также такие вот активно плановые личинки есть у черноморских актений фаранид и мшанок наверху животное и вот в принципе наверно мой любимый пример о том как бывает это асцидии этот вот животное это его личинка это животное это в принципе наш ближайший родственник из всех животных у кого нет позвоночника но в принципе они относятся к хордовым то есть что такое хорда хорда это в общем орган с которого позвоночник развивается вот чтобы вас еще немножко больше испугать вот в одессе в порту мы собрали этих животных ну чтобы показать как она выглядит физически вот этот вот маленький шарик да он ну когда это наш предок можно на него посмотреть будет ближе в перерыве что-то произошло собственного детеныша есть здесь фиолетовым на картинке видно на кто которая цветная есть хорда из которого у него мог бы развиться позвоночник на то не происходит у него есть нервная трубочка есть глотка есть сердце такая вот активно плавающая личинка опять-таки ее задача найти какое-то классное место где можно оселиться надолго плавает она себе плавает потом дальше с ней происходит метаморфоз как только она седает на субстрат она начинает вот прямом смысле терять голову оседает на субстрат она головой прикрепляется головой к субстрату и дальше начинается регресс ну вот как известно как говорят биологи регресс тоже эволюция но в данном случае развитие она теряет теряя свою хорду хвост становится короче и и вот эти вот год когда сифоны начинают перемещаться ближе к этой хвостовой части и в конечном итоге у нас получается такой вот маленький шарик который прирос субстрату и все что у него есть все что мы можем видеть здесь это два сифона англичане их энглоговорящие на биологи не только биологи называют их морская брызгалка потому что когда его снять субстрата вот ну как бы я тоже проделывала и нажать на такую вот асцидию все что она делает она злобно брызгает в тебя вот из этих своих сифонов такой вот шарик но тем не менее это красиво возможно стоит и потерять голову и все за тем чтобы стать таким красивым существом так что следующий раз если вам будут говорить если вдруг вы очень любите путешествовать и ваши родственники вам говорят ну хватит уже пора там сидеть дома сеть где-то найти себе место вы всегда споре можете вспомнить асцидию вот этот маленькое животное которое как только перестает путешествовать просто от головы к субстрату и начинают ритуцировать а у них есть довольно близкие родственники это самые простые туникаты это оболочники тоже вот они находятся но если бы были в золу биологами бы сказала что-то в начале второго тома зал зоологии вот они начинаются все хордовая их взрослая стадия похожа на личинку асцидии то есть такое такое вот животное у которого сохраняются хорда сохраняется сердце они гермофродиты тут есть как яичник так и семенник вот рот глотка больших видоизменений не происходит в принципе даже есть эволюционное предположение ну здесь я там не эксперт что они произошли как бы неотеническим способом от личинки асцидии в отличие от асцидии они не домоседы они носят свой домик с собой из слизистых образований они строят вокруг себя домик такую оболочку которого есть решетка из слизивых тяжей и на нее они собирают все эти питательные вещества которые они собираются съесть и потом как только эта решетка на их домике засоряется это случается буквально через несколько часов они этот домик сбрасывают и делать новый ну зачем такой дом если он перестал исполнять свою функцию вот это все красиво наверное вы со мной согласитесь но зачем вообще нам изучать этих животных мелкие они либо большие есть принципе несколько задач которые исполняют наш институт которые в принципе исполняют ученые буду занимаясь таким мониторингом отлавливая этих животных и смотря кто там попал в планктонную сеть ну наверное не первая задача но тем не менее довольно важно это вот виды вселенцы например в 70-х годах вместе с балластными водами корабль вот он ну как не знаю как вагон метро двигается он за собой увлекает воздух то есть наверняка вы это ощущали если стояли где-то на платформе там 0 поезд обычно давно платформе точно так же поступает и корабль двигается корабль вместе с ним двигается вот какое-то количество воды вокруг него именно в этой воде могут путешествовать зайцами незваные пассажиры это маленькие маленькие животные вот либо личинки такие планктоны только что мы убедились что их довольно много могут путешествовать также в этой балластной воде и некоторые из них оказываются не очень желательными гостями например мемеопсис это грибневик вы его видели наверняка вчера на море то есть такого желешка он питается икрой рыб как только 70-х годах он попал в черном море первое что он сделал не имея никаких хищников здесь он в общем сократил количество хамсы и другой рыбы вот в разы это было очень очень ощутимо было похоже на экологическое бедствие вот что с этим делать как бы заметить туда это несложно вот что как-то рыбы стала мало на что с ним с этим делать было в общем то сложно придумать пока 90 пока вот в 90-х годах не появился тоже со средиземного моря предположительно тоже с балластными водами вот таким вот транспортом не появился другой грибневик бироя и вот не задача в том что бироя он является хищником природным хищником в средиземном море мемеопсиса и вот так вот они наладят отношения между собой а в общем помогли восстановиться экосистеме черного моря другой стороны не сложно предположить что знаю количество планктонных животных в море можно посчитать также по принципу экологической пирамиды как-нибудь представить то количество животных от них которые напрямую от них зависят и таким образом строить какие-то прогнозы например для того же рыбного хозяйства но другой стороны ученые не такие ученые не любят составлять видовые списки всех считать и это как бы тоже необычайно важно ну что ж вывода здесь не будет я надеюсь что вас возникли какие-то вопросы и я буду рада на них ответить монетаринг ну да на самом деле вот раньше но даже наш институт он шел довольно плотно с военными то есть несколько неожиданно но тем не менее почему потому что там происходит совершенно разные измерения мы получаем для военных например важно знать вот где находится термоклин да то есть как происходит сверху дать море она довольно теплая даже сейчас и до какой-то глубины она прогревается дальше на более холодной это вещи где теплая вода разделяется с более холодной называется термоклин как бы температура воды влияет на распространение кустики например классических волн и эти данные такие мониторинги мониторинговые они напрямую как бы поставлялись военным это имело значение большое для подводных лодок ну как бы это были времена одна из таких нетривиальных задач где экологии военные на то же инвазивные виды это насколько можно законно их лавнивать потреблять в пищу и прочее экологи прям вот в принципе советую тропа ну в общем нырять за ней собирать и кушать то есть свое время они привнесли в довольно большой дисбаланс опять таки они конкурируют с медиами но не конкурируют они хищники вот и медийных банок стало довольно мало то есть да вот экологи советуют рапану кушать и вообще меньше ее не станет у нее тут ну как она это у нее и так довольно много бонусов информации как данные существа в комплексе либо каждой по отдельности могут воздействовать на здоровье человека как подвязать эту положительную сторону используются ли какие-то из них в медицинских целях ну в медицинских целях могут использоваться то есть да какие-то биоактивные вещества которые выделяются животных и тут туда я не могу прям сказать что там как используются вот насколько знаю например у биохимиков до с которыми тоже работала сотрудничать но рассказывали есть там не знаю просто проекты где они там всех отравливают смотрят и у них вещества есть какие там ставят какие-то эксперименты где это можно применить вот на другой стороны там другой пример который просто здесь возникает сам по себе это там цветение воды да то есть да эти водоросли ну как бы организмы которые там есть в этой пленке они выделяют некоторые токсин которые в принципе для человека несмертелен но все-таки нежелателен вот но к сожалению картинка прямо здесь не покажу могу нарисовать наверно попробовать это может быть вот вот по длине такой как сачок да он треугольный у него есть диаметр то есть это какая-то проволока и здесь сама сетка то есть это очень плотный газ мы так говорим в общем выглядит он как тюль очень плотная но на самом деле у него есть ячья там 200 микрометров например для именно для зверей который мы хотим поймать и здесь дальше он подсоединяется вот к такому пластиковому стакану тоже с некоторой сеткой мы и окна тут не есть такие веревочки и опять-таки они бывают раз на блатке которые окунаются прям с корабля то есть например тут будет к это лебедка вот там у нас корабля с борта на определенную глубину ну когда идет количественный забор животные как бы попадают сюда собираются в стакане он потом откручиваются руками и с него спиртом либо другим ким-то растворителем животные уже смываются в специально стаканы где мы храним пробы но есть другой вариант как бы такой ручной сети когда она поменьше когда она просто закидываются веревкой в море и там протягиваются по поверхности моря как-то так какие воды но в любом в любом случае это тропики да да ну там будет побогаче то есть здесь у нас опять таки это зависит от сезона летом больше будет временно временных от этих животных это собственно личинок детей вот морских животных будет летом больше и они тогда будут составлять большинство вот биомассы там а так так у нас конечно зимой весной он бедноват в тропиках да он там все просто кишит они цветные там и рака вот эти вот личинки и там каких-то самых-самых разнообразных то есть ну и моллюсков там больше разнообразие то есть естественно такой план вот в тропиках будет разнообразней но зеленят фито естественно то есть вот эти вот которые светятся ну когда она вот сейчас например черномори это дина флагелят это водоросли их естественно будет больше красным обозначен график сложных процентов зеленым обозначен график прямых простых процентов до 1 года график сложных процентов находится ниже чем график простых процентов